Люди с безграничными возможностями, сильные и с непоколебимой любовью к жизни. В Ульяновской области таких 107 тысяч. В минувшие выходные они были в центре внимания. В регионе отметили Международный день инвалидов. Он призван показать, несмотря на особенности здоровья, условия жизни в обществе должны быть равными для всех. По этой идеологии работают центры реабилитации. Один из самых успешных в Димитровграде. Он работает с 1988 года. Здесь сразу полторы тысячи специалистов готовы прийти на помощь в трудную минуту. Если раньше это была вещевая продуктовая помощь, то сейчас у нас организация занимается оказанием социальных услуг для пенсионеров и людям с инвалидностью. Также мы занимаемся проектной деятельностью. И реализовали в последние три года мы пять проектов фонда президентских грантов. И два проекта региональные. Успехи показывают и наши паралимпийцы. Их старания отметил глава региона Алексей Русских. Спортсмены неоднократно участвовали в соревнованиях разного уровня. К примеру, Анастасия Соловьева преодолела дистанцию в 400 метров за 50,59 секунды на паралимпийских играх в Токио. Девушка взяла бронзу в категорию Т-47 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На следующий год у нас большие планы, так как у нас будет зимний чемпионат России. Далее у нас будет подготовка к соревнованиям в Беларуси. И, конечно, большие планы на эти соревнования. Будем показывать высокие результаты. Надеемся на лишние рекорды. Для того, чтобы люди с ОВЗ могли беспрепятственно развиваться и жить полной жизнью, в регионе действуют сразу несколько мер поддержки и социальных программ. Детей опекают с младенчества. В регионе открыт ресурсный центр по оказанию ранней помощи. Для более взрослых ребят доступны квартиры, тренажеры. Также работает служба палеоативной помощи. На сегодня мы практически обследовали все семьи для того, чтобы понять, какая помощь им нужна. И социальная, и медицинская. Потому что мы понимаем, что по большой части родителям таких детей нужна психологическая помощь обязательно. Также в регионе действует государственная программа «Доступная среда». По ней устанавливают пандусы, специальные дорожки для малоподвижных лиц. Действуют специальные оборудованные такси. Кроме того, правительство Усичево работает над трудоустройством людей с ОВЗ на предприятия области. На этот вопрос было обращено особое внимание в послании президента Российской Федерации Федеральному собранию. В нашем регионе с 1 сентября вступил в силу новый порядок выполнения работодателями квоты для трудоустройства инвалидов. Напомню, ранее квота считалась выполненной, если компания просто создала места для инвалидов. Сейчас же нужно официально оформить трудовые отношения с особенным сотрудником. Такой порядок должна соблюдать каждая организация, где трудится больше 35 подчиненных.